Дарья Самородова В Новом Уренгое завершились 9-е епархиальные рождественские образовательные чтения «Великая победа. Наследие и наследники». У лабуднанского телевидения диплом за лучший доклад. Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Наталья Сухорукова начала ежегодную неделю приемов граждан с поздравления с 80-летним юбилеем. Стоп ВИЧ-спит. Работает горячая линия, приуроченная к Всемирному дню борьбы с заболеванием. Знакомство школьников с предпринимательской деятельностью продолжается. Будни и праздники. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Янау Ямал потомкам отметила 30 лет со дня основания. После обследования представителями окружной дорожной дирекции МЧС и подрядной организации «Ямалавтодор» на ледовую переправе через реку Обь открыта для движения автотранспорта вторая полоса. Первые автомобили пустили в 17 часов. Также увеличена до 5 тонн полная масса автотранспорта, которую выпускают на лед. В ближайшее время откроют и третью полосу. Пока идет работа по ее обустройству. В Новом Уренгое завершились 9-е епархиальные рождественские образовательные чтения «Великая победа. Наследие и наследники». Ранее в заочном туре свою работу представила наш корреспондент Ирина Волокитина и была приглашена на финальное мероприятие. В итоге у нас диплом за лучший доклад. 150 участников со всего «Ямала» претендовали на победу в 9-х епархиальных рождественских чтениях. Но по итогам первого тура было отобрано 25 лучших работ, две из которых были представлены лабытнанским телевидением. Публичное представление работ состоялось в городе Новый Уренгое. Программа мероприятия продлилась два дня и состояла из пленарной части и работы по секциям. Его организаторы выражали уверенность, что материалы чтения послужат делу укрепления духовных основ личности, семьи и общества. Подробнее о мероприятии, ставшем знаковым для всего округа, мы расскажем в программе «Благовест», которая выйдет в эфир лабытнанского телевидения 4 декабря в 21.00. Программа «Северный драйв» педагога-организатора Центра технического творчества признана дипломантом всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Конкурс проходил с 30 сентября по 21 октября 2019 года. В федеральном этапе от Ямала принял участие победитель регионального конкурсного отбора номинации программы лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. Летний детский лагерь «Северный драйв» – один из немногих примеров, когда четко проработана идея и правильный подход к делу привели к отличному проекту и, как итог, высокая оценка. Две смены велолета – июнь и июль. Ребята тренировались несколько раз в неделю и на стадионе, и на велотренажерах. Также участвовали в межлагерном квесте, во время которого повторили правила дорожного движения и оказание первой медицинской помощи, научились правильно экипироваться и выучили элементы фигурного вождения велосипеда. И вот итоговым мероприятием был велопоход, в котором ребята не просто отдыхали, мы сотрудничали с Экомерлопытнангей, и у нас были запланированы экологические акции – «Чистое место отдыха». Как итог, после реализации проекта попадание в своей номинации в пятерку лучших всероссийского конкурса – лучшая программа организации детского отдыха. Но при таком огромном успехе основатель проекта очень скромна. Думалось, что нас оценят, думалось вот именно, что оценят, но не были уверены, что мы дойдем до завершающего этапа, то есть на городском оценили, на региональном уровне оценили. Там, конечно, достаточно большой, по-моему, 235 программ было выставлено, что мы войдем в свои номинации в пятерку. Ну, как бы, вот так вот сказать, что да-да-да, этого не было, но то, что идея оригинальная, и самое главное, что она хорошо сработана. Поздравляем авторов и участников и желаем продолжать хорошую идею. Дмитрий Мавдрик, Эдуард Захаров, программа «Время местное». И о третьем успехе лобытнанцев. В Москве состоялся финал четвертого конкурса хоровых коллективов пенсионеров России – поединки хоров. За главный приз боролись 12 российских творческих коллективов из восьми федеральных округов, победители отборочного регионального этапа, а также два приглашенных ансамбля из Варшавы и Донецка. Уральский федеральный округ и Ямал на конкурсе представляли лобытнанские червницы. Участники исполняли лирические и шуточные произведения отечественных и зарубежных авторов. Народный вокальный коллектив из Лобытнанги под руководством Александра Прохорова стал лауреатом второй степени всероссийского конкурса «Поединки хоров». Отметим, что червницы уже второй раз становятся лауреатами масштабного конкурса. Накануне состоялось расширенное заседание Полицсовета Лобытнанского местного отделения политической партии «Единая Россия», где был рассмотрен ряд текущих вопросов. Принято решение о назначении 10 новых координаторов федеральных партийных проектов на территории муниципального образования города Лобытнанги. Евгений Шестаков будет курировать проект «Безопасные дороги». Андрей Шпачинский – «Здоровое будущее». Александр Смирнов – «Историческая память». Осель Нефедова – «Крепкая семья». Елена Барановская – «Школа грамотного потребителя». Эльмир Шафагудинов – «Новая школа». Елена Лыкина – «Старшее поколение». Александр Бессонов – «Детский спорт». Алена Мельникова – «Чистая страна». Олеся Малахинская – «Здоровое питание». После заседания секретарь Лобытнанского местного отделения партии Евгений Зуйков рассказал партийному активу о своем участии в съезде «Единая Россия» в Москве. Поставил задачи, озвученные президентом страны Владимиром Путиным и председателем партии, главой правительства Дмитрием Медведевым. Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Наталья Сухорукова начала ежегодную неделю приемов граждан, приуроченных 1 декабря о годовщине основания партии «Единая Россия» с почетной миссией – поздравление с 80-летним юбилеем Бориса Мироновича Сущего. Борис Миронович родился в селе Ярселе и 52 года своей жизни посвятил работе в сфере энергетики, получив почетное звание ветеран труда. На день рождения не принято ходить с пустыми руками, а уж к такой впечатляющей дате должны прилагаться и особенные поздравления. Борис Миронович Сущий свои именины празднует в 80-й раз. Кто-то звонит по телефону, кто-то лично приносит подарки и цветы. В числе первых гостей руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в городской думе Наталья Сухорукова. От партии «Единая Россия» как руководитель фракции депутатской в городской думе с днем рождения наслышанное о том, что у вас очень большой трудовой стаж, вы очень долго работали, в том числе здесь на севере. Вот это вот вам поздравительный адрес, цветы, желаю вам прожить еще. Вот именно в таком, самое главное, здоровом состоянии еще многие-многие-многие годы. Борис Сущий всю жизнь проработал в одной энергохозяйственной организации по профессии дизелист-электрик. В любую северную погоду сбирался на опоры и ремонтировал электросети. Уже 10 лет ветеран труда находится на заслуженном отдыхе, посвящает время семье и любимым занятиям. Секрет долголетия героя в здоровом образе жизни, ежедневной гимнастике. А самое главное – любви и доброте к окружающим. Моя семья – это самая основная поддержка супруга. Ну и то, что я постоянно занимаюсь, я не сижу дома, это вот сейчас период такой, что я сижу дома. А то я на охоте, на рыбалке, вот этим занимаюсь. Так что дома я мало бываю. Рассказывая о жизни и семье, Борис Миронович с трепетом говорит о своей супруге. В Лабытнанге они приехали в 67-м году и остались здесь навсегда. Они вместе прошли все тяготы, растили детей, теперь радуются внукам и правнукам. Совсем скоро супруги отмесят 60-летний юбилей своей свадьбы. Общение с долгожителями доставляет особое удовольствие, отмечает Наталья Сухорукова. Такие люди, как Борис Сущий, видел, помнит и знает интересные факты, о которых большинство из нас читало лишь в учебниках истории. Эти люди, они в большинстве своем и кладезь мудрости, и от них заражаешься каким-то оптимизмом, и, глядя на них, понимают, что на самом деле это стареть-то не так и страшно, что жизнь и на пенсии есть, и жизнь вполне такая самодостаточная, интересная. Поэтому мне доставляет удовольствие встречи с ветеранами и моменты, когда мы вот так взаимно общаемся. Он и на сегодняшний реалий смотрит совсем другими глазами с высоты своего жизненного опыта и безграничной мудрости. Учиться у таких людей, перенимать их знания мы должны успевать, пока они рядом с нами. В рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» федеральным бюджетным учреждением Центра гигиены и эпидемиологии Вимал-Ниньском автономном округе с 25 ноября по 1 декабря 2019 года организована горячая линия, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Для консультирования граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Телефон горячей линии работает ежедневно. Понедельник-пятница. За консультацией можно обратиться в Федеральное бюджетное учреждение Центра гигиены и эпидемиологии Вимал-Ниньском автономном округе лично. Режим работы – понедельник-пятница с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут. Перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов. В ходе проведения горячей линии специалисты эпидемиологического отдела проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. СПИД ответят на все интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих близких от ВИЧ-инфекции. Знакомство школьников с предпринимательской деятельностью продолжается. Мы уже рассказывали, как ребята побывали на производстве хлеба, пластиковых окон и дверей. Теперь ребята побывали в маникюрном салоне «Френч», где узнали, что нужно сделать, чтобы заниматься любимым делом и получать от этого прибыль. Ирина Кашеварова – предприниматель города Семилиственниц. В индустрии красоты Ирина не так давно. Всего полтора года назад из банковской сферы она ушла делать этот мир красивым, открыв свой салон ногтевого сервиса «Френч». Считает, что лучше взять и сделать, чем потом всю жизнь жалеть об упущенной возможности. Ведь открыть свое дело не так уж и сложно. Было бы желание. Сложности вообще в принципе никакой не было. Взяла кредит, спокойно банк одобрила и начала потихонечку вкладывать свое дело. Постепенно люди приходили, привыкали ко мне, я к ним. И все началось вообще с нуля. Ирина не только является руководителем салона, но и сама работает с клиентами. Поэтому не понаслышке знает, что такое маникюр, как подобрать подходящий материал для работы, как правильно стерилизовать и хранить инструменты. Своими знаниями Ирина с удовольствием поделилась со школьницами. Хотя, кто знает, может через пару лет именно эти девочки составят ей хорошую конкуренцию. Я бы стала заниматься, но есть очень много интересных профессий и это уже, наверное, решать буду чуть попозже. В дальнейшем бы я хотела тоже заняться предпринимательством, открыть свое дело и открыть парикмахерскую свою. Мы верим, что мечты и планы этих юных девочек обязательно воплотятся в их жизни. И уже через пару-тройку лет они пригласят в свои салоны и студии красоты школьников, которым потом расскажут о своем пути к предпринимательству. Кристина Мякуш, Григорий Волков, программа «Время местное». В этом году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямал-Ниньского автономного округа «Ямал потомкам» отметила 30 лет со дня основания. Торжественную дату отмечали в пятницу, 22 ноября. На протяжении трех десятилетий Ассоциация отстаивает законные права и интересы коренного населения русской Арктики, помогает находить работу и получать соцвыплаты, выступает за сохранение культуры и языков северян. По этим направлениям работает и Лабытнанский филиал Ассоциации. Возглавляет его Зинаида Девяткова. О буднях и праздниках общественной организации в следующем репортаже. Юбилей общественной организации – это еще один повод напомнить о сохранении и развитии традиционного образа жизни северного народа, помочь в разрешении житейских проблем тундровикам или тем, кто уже проживает в городской среде. Алена Харитонова – частый гость, который обращается в приемную к председателю филиала «Ямал потомкам» Зинаиде Девятковой. Темы разговоров разные, начиная от простых женских советов и заканчивая жилищными проблемами. Сегодня Алена пришла сказать слово благодарности всем тем, кто оказался в действии в разрешении жилищного вопроса. Ее семья более 10 лет стояла в очереди на получение социальной выплаты коренным малочисленным народам севера. И вот пришло время, когда она с мужем и тремя детьми довольствуется просторной трехкомнатной квартирой. Поначалу получили комнату в общежитии, потом нам предоставили временное жилье и уже в течение 10 лет, как мы простояли, нам выделили финансовую помощь и мы купили жилье в капитальном исполнении. Председатель Лоботанского флиала Ассоциации Ямал потомкам Зинаида Девяткова уже 20 лет идет плечом к плечу с тундровиками. Она научилась понимать и разговаривать на одном языке с ними, скольким уже помогла, даже не сосчитать. Общественная организация также оказывает содействие в разрешении таких вопросов, как создание на месте комедеревни-музея и даже помогает сохранять хрупкую северную природу, проводит акции. Проводим акцию милосердия до сих пор. Мы проводим много лет к тундровому населению. Мы отправляем очень много вещей. Спасибо горожанам, которые приходят, приносят хорошие, добротные вещи. И очень ценно, что нашим оленеводам эта одежда как раз подходит. Особое внимание ассоциации уделяет пропаганде традиций и обычаев коренных ямальцев среди подрастающего поколения. В Центре детского творчества 14 лет работает музей, где экспонируются предметы культуры и быта народов с севером, проживающих на территории Ямала. Любой урок у педагога Марии Минаева вместе с воспитанниками начинается с его посещения. В нашем музее проходит занятие, экскурсии. Дети всегда заходят. Первый стенд, который мы всегда показываем, на первом же нашем занятии, это со стенд с игрушками, где как раз представлены игрушки четырех народов, проживающих на территории нашего округа. Мы рассматриваем эти игрушки, смотрим их, и потом уже есть у нас ряд занятий, где мы сначала можем их нарисовать, то, что они увидели, вырезать орнаменты, которые они запомнили, и потом уже более сложные работы. Те же вот закладки с орнаментом, те же вот магнитики и те же декоративные салфетки, которые мы тоже используем, орнаменты, и сами непосредственно игрушки. Изучив предметы, рисунки, которые используют народы ханты и ненцы, ребята приступают к творческому заданию. Сегодня они вырезают, клеят и рисуют необычные орнаменты. Когда люди не умели писать, для того, чтобы как-то можно было определиться и иметь какое-то определенное значение, определение, были придуманы орнаменты. Как я уже говорила, вот этот орнамент обозначает рода оленя. А еще локоть лисицы, медведь, ветка и другие орнаменты, в которых записана история народа, раскрывается тайный смысл узора. Можно узнать о человеке, из какого он селения, о роде его занятий и о достатке. Ребята кропотливо с большим интересом вырезают каждый узор. Добавив немного фантазии, получается сувенир. Мы делаем трафареты, потом это вырезаем и у нас получаются вот такие картины. Кроме того, в этом году особое внимание будет уделено родным языкам. 2019-й объявлен Международным годом языков коренных народов. В мире их около 7 тысяч. Среди них и те, на которых говорят ямальцы. Для того, чтобы сделать их понятными для всех, хотя бы на бытовом уровне, в округе будет издан универсальный словарь «Разговорник». Его можно будет взять в руки, приехать в любую точку округа, смело открыть и пообщаться с коренными жителями на одном языке. На этом выпуск завершен. Мы продолжим следить за событиями и обязательно рассказывать о них в программе «Время местное». Далее прогноз погоды. А я напомню, все сюжеты этого и предыдущих выпусков вы найдете в интернете. Адрес сайта www.lbt.ru Также мы доступны во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наши группы. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ветер северо-западный 5 метров в секунду.